всем привет меня зовут илья кизиров вы слушаете подкаст русской службы и bbc что это было и в нем начиная с 24 февраля мы в основном говорим о войне и ее последствиях сегодня мы вновь поговорим про чвк вагнера и про вероятные внесудебные казни в этой организации сейчас заключенные завербованные в чвк после попадания в украинский плен просят их не обменивать и со мной в студии снова мой коллега илья барабанов илья привет да привет мы с тобой начали говорить про внесудебные казни после того как стал известен случай евгения нужно о нем мы уже говорили в нашем подкасте но кто-то мог тот выпуск не слушать да и с того момента многое стало известно расскажи пожалуйста подробно про этот случай да евгений нужен такой уже самый громкий случай который происходил с чвк вагнера это бывший заключенный который завербовался отправился на фронт и там буквально сразу оказавшись на передовой добровольно сдался в плен в ссу заявил в первом же интервью что хотел бы воевать на стороне украины он стал таким очень медийным человеком но затем при непонятных до конца обстоятельствах он был обменен выдан обратно представителем чвк вагнера который показательно демонстративно значит в середине ноября его казнили и публиковали в интернете видеозапись того как значит его убивают кувалдой после этого обмена а что об этом случае я знаю что наша редакция связывалась с родственниками евгения нужно что они говорят родственники конечно были в полнейшем шоке от произошедшего тело нужно им до сих пор насколько мы понимаем так не вернули они в общем их позиция была довольно понятна они говорили что кто кто тело им передаст тот значит и совершил это убийство но к сожалению очень многие зэки погибающие никак не возвращаются домой они числятся пропавшими без вести и вот нужен до сих пор тоже проходит по этой категории а что говорит основатель чвк вагнера пригожин сначала пригожина почти в открытую одобрил это убийство он не взял его на себя но в общем а поддержал тех людей которые совершили эту казнь и мы в общем понимаем с чьей санкции она была совершена но после огромного общественного и медийного резонанса он так немножечко от всего этого открестился обратился даже к генпрокурору российской федерации краснову с предложением расследовать это преступление он троллит общественность так вот открытой в наглую рассказывая о том что значит нужно казнил цру это вообще такая его тактика говорить там много всяких каких-то странных глупостей пытаясь отвлечь внимание от сути происходящего но нужен очевидно не единственный заключенный чвк-шник не единственный пленный чвк-шник что известно про других к сожалению таких историй становится все больше и больше в начале декабря стало известно о том что был судя по всему казнен командир одной из рот чвк вагнера чека этого звали евгений сивальнев он тоже бывший заключенный завербовавшийся и при этом даже какое-то время относительно успешно воевавший дослужившийся до командира роты но затем он на с ранением оказался в госпитале из госпиталя позвонил жене и рассказал о том что значит его из этого госпиталя забирают и увозят на расстрел суде в этом стояла в том что пока сивальнев находился в госпитале его подчиненные покинули значит какую-то позицию куда-то там дезертировали и его сделали ответственным за это в итоге жене вернули тело с пулевыми ранениями с которыми он поступал в госпиталь и с тяжелой травмой головы значит ей сказали что это произошло во время боевых действий но правозащитники из проекта гулагу нет предполагают что возможно сивальнева казнили я правильно понимаю что сивальнев вообще не попадал в плен да нет он в плен даже не попадал но естественно было бы странно предполагать что там заключенные какая-то особая каста которая не попадает в плен довольно регулярно это происходит учитывая интенсивность боев на бахмутском направлении где собственно силами зэков пытаются штурмовать этот город и вот последний случай да сам совсем относительно молодой парень фамилии александр болчев значит 26 лет попавший в тюрьму за то что он там в родном селе барашку украл он значит тоже вот буквально на днях попал в плен к в су но поскольку он как бы уже чек знающий опытный то прямо в первом же своем интервью очень так слезно просил у представителей украинских властей ни в коем случае не менять его потому что в случае обмена и возврата значит в ряды человека его неизбежно ждет та же участь казнь там более или менее жестокая зависимости от того значит что конкретно снимание решат сделать а вот этот заключенный он знал про случай нужно нет он кстати именно конкретно про нужно ничего не знал но и собственно это нам позволяет говорить о том что даже там не зная про случай конкретного нужно заключенные которые вербуются в человека просто прекрасно значит понимают теперь правила игры что эти казни это не какой-то там разовый инцидент как возможно кто-то думал когда значит убили нужно а что это просто довольно часто практикуемая у евгения пригожина практика заключенных казнят за те или иные провинности и поэтому вот этот мужчина значит оказавшись плену а там очень просил ни в коем случае его на обмен не отправлять будем следить теперь конечно за его судьбой посмотрим что с ним будет теперь происходить далее а с родственниками заключенного вот этого ты связывался да с сестрой и сестрой этого заключенного удалось поговорить журналистам они тоже конечно в шоке от того что происходит и пока не очень понимают значит какой будет его дальнейшая судьба но вообще ты следил за вербовкой в чвк в тюрьмах самого ее начала сейчас эта процедура продолжается да продолжается при этом представители разных колоний говорят что там в одну и ту же колонию представители человеком а уже там могли приезжать по два три раза то есть там уже там первая партия ушла потом значит кто-то там может быть в первый раз не согласился они приезжают добирают собирают вторые отряды тоже их отправляют на фронт в этом смысле вербовка она не прекращалась она продолжается до сих пор другое дело что просто расширяется скажем так география потому что когда все это начиналось мы видели как там значит евгений пригожин облетал условно колонии там в центральном федеральном округе откуда было там близко по логистике перебрасывать заключенных а последние такие новости например приходят уже с дальнего востока то есть начинают уже по всей стране собирать этих значит несчастных зэков для отправки на передовую а что говорят сами эти заключенные которые встречались с евгением пригожиным или с другими представителями чувака как их инструктируют что им говорят они как раз и рассказывают о том что там просто при в процессе вербовки их ставят в известность о том что будет смертная казнь в случае сдачи в плен в случае дезертирства и вот самое интересное чего раньше значит нам не доводилось слышать что вот стало известно в последние дни заключенные говорят что уже прям буквально в колониях при вербовке значит и представители человека демонстрируют им с телефона видео этих самых там внесудебных казней когда значит какой-нибудь заключенный на камеру говорит что да вот он дезертир подставил сослуживцев покинул позицию и и после чего его убивают на выстрелом в затылок нам к сожалению пока не удалось получить эту видеозапись мы над этим работаем но то что вот эти казни уже просто открытую демонстрируется в колониях это конечно ужасная история а мы примерно понимаем сколько этих казней могло быть масштаб этого абсолютно пока невозможно представить как и сколько этих заключенных погибло значит в ходе штурма бахмута единственное что мы понимаем что значит бои за бахмут он же бывший артемовск продолжаются уже какой пятый месяц там раз в неделю значит минобороны или чувака вагнера рассказывает о том как там тут или здесь они продвинулись на 15 метров и может быть даже заняли какую-то деревню но как бы от того чтобы там занять захватить этот город российские там а войска по-прежнему весьма далеки и вам с коллегой настей лотревой удалось поговорить с сотрудником колонии который в общем видел как происходит вербовка расскажи пожалуйста что он рассказывает да он рассказывает вот весь этот алгоритм как приезжают представители человека как они себя в колониях чувствует абсолютно значит хозяевами положения как они вербуют там этих заключенных довольно любопытно он рассказал о том что значит после отправки какой-то очередной партии он обратился к непосредственно значит начальнику колонии с вопросом а что в общем то говорить семьям заключенных когда они начнут значит звонить в колонии спрашивать про своих близких на что ему начальник сказал что значит это не твои проблемы типа не заморачивайся с этим как-нибудь все рассосется понятно что это конечно какая-то абсолютно неправовая история и сами сотрудники колонии это прекрасно понимают конкретно вот там а наш собеседник он прошел через две чеченские войны и довольно философски заметил что любая тюрьмак конечно же лучше чем война еще мы в редакции достаточно много обсуждали как вообще все это юридически оформляется вся эта вербовка нам как-то это стало сейчас понятнее когда вербовка заключенных только начиналось это была абсолютно неправовая история все это было абсолютно конечно же незаконным но с тех пор владимир путин как мы знаем подписал указ который позволяет значит призывать на воинскую службу в том числе людей находящихся в заключении поэтому вот последнее там о чем сообщают что наравне с чвк вербовать в колониях начинают и представители министерства обороны то есть со стороны государства есть такая попытка легализовать что ли эту практику мы понимаем что она абсолютно незаконная но государство пытается придать всему этому какой-то такой флор легитимности и вот был на днях такой случай когда бывший заключенный кажется тоже завербованный в чвк устроил стрельбу в ростовской области что мы знаем про этот кейс и что нам вообще говорит про состояние чвк ну самого начала евгений пригожин пытается выставить свое чвк как значит некое мега профессиональное образование которое воюет лучше регулярной армии который достигает успехов и вот значит посмотрите какой порядок в чвк и какой значит бардак в армии мы помним как он с рамзаном кадыровым критиковал ставшего знаменитым уже генерала лапина но при этом мы понимаем что просто из чвк меньше утекает информации поскольку там вот эти добровольцы там какие-то без телефонов бесправные языки которые не могут связаться с журналистами казни за любую провинность конечно в чвк бардака значит не меньше а возможно даже и больше еще раз повторюсь это же очень важно постоянно держать в голове что пригожин сюда пытается транслировать рассказы про свою эффективность но бои за бахмут идут пятый месяц с июля они штурмуют этот несчастный город эта история произошла в ростовской области да судя по всему один из заключенных при этом отец того заключена вообще откуда-то из-за львовской области он с западной украины видимо попав на передовую понял что он не хочет там оставаться прихватил с собой пулемет и значит даудеру обратно в сторону тыла и в ростовской области значит открыл огонь по заметившим его полицейским ранив двоих сотрудников потом его задержали и вот сейчас получается какая-то удивительная история значит про состояние российской правоохранительной системы заключенный который должен находиться в местах лишения свободы сейчас я судя по всему будут значит опять судите что с ним отправлять снова в колонию потом снова вербовать потом он снова убежит с пулеметом то есть это ведь начинается вот такой вот замкнутый круг который говорит о том что никакой правовой системы в общем в российской федерации к сожалению не осталось такой один из признаков не знаю fail state как-то называют в политологии и при этом что тоже отдельно я бы хотел отметить очень забавно значит был читать как раз комментарии евгения пригожина ко всему этому он сказал что значит вагнер будет проводить внутреннюю проверку и надо разобраться говорил господин пригожин как значит этот человек пересек границу российской федерации из чего мы можем как бы значит сделать вывод что евгений пригожин не очень согласен с присоединением лнр и днр значит к россии иначе какая там между лнр и днр и ростовской областью может быть границы границы по идее там если мы читаем российскую конституцию в ее обновленном нынешнем виде быть не должно то есть как бы пригожин то понимает всю глупость сложившейся ситуации и вот такими оговорками выдает значит о том что в общем даже среди людей воюющих нет абсолютно никакого там консенсуса по поводу аннексии этих так называемых новых территорий как говорит владимир путин а мы понимаем кстати в чем этого беглого заключенного будут обвинять в оставлении части в побеге из тюрьмы потому что это же тоже какая-то абсолютно серая зона да это будет очень интересное дело за которым надо будет следить потому что если бы это случилось на территории л днр то видимо скорее всего его его бы передали значит пригожину и дальше его бы ждала значит незавидная участь видимо какая-то тоже очередная казнь но его все-таки схватили на территории российской федерации и если значит хоть какое-то представление о законности там еще существует то сейчас его должны судить какой там будет состав статей ему инкриминирован отдельный хороший вопрос потому что бегство из колонии он не свершал часть оставить не мог потому что чувака вагнера не существует и никакой части там нет поэтому но там не за незаконный оборот оружия там значит оказание сопротивления сотрудникам полиции но в конце концов он ранил двух полицейских значит открыв по ним огонь из этого своего пулемета ну то есть спектр статей там может быть довольно большим другое дело что вся вот эта правовая система она теряет всякий смысл вы отправили чека там за какие-то прегрешения в колонию из колонии его пригожин значит забрал на фронт сейчас вы его снова отправляете в колонию чтобы что чтобы пригожин и снова забрал на фронт и там значит казнил или убил это такой очень открытый интересный вопрос спасибо илья вы слушали подкаст что это было его можно найти на нашем сайте в соцсетях в apple подкастах на других платформах в том числе и на ютубе подписывайтесь на нас оставляйте оценки ставьте лайки и комментируйте так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей меня зовут илья кизиров всего доброго